Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал радиоцентра Сан-Гейтс продолжает свою программу. Сегодня 16 ноября, в Чикаго, 11 часов утра. На восточном побережье 12 часов дня, на западном в Калифорнии 9 часов утра и 20 часов по московскому времени. И, как всегда, по среду мы встречаемся с торологом, почти 25-летним стажем, руководителя русской школы торога Сергея Савченко. Прошу любить и жаловать. Здравствуйте! Сергей, у нас прошел теле не телемост, а Таро-мост. Интернет. Да, интернет. Таро-мост у нас прошел в прошлую среду, который вызвал достаточно большое оживление в кругах любителей Таро и тех, которые вообще не знают ничего про Таро. Во всяком случае, судя по тому, что я получаю какие-то и на личную почту, и в Ютубе, поскольку все программы у нас записываются, потом они обрабатываются, выставляются в Ютуб. Ну, а далее Фейсбук. Ну, и, в общем-то, все имеют возможность посмотреть и оценить, в данном случае, конечно, искусство Сергея Савченко, торолога. Прямо вот так, прямым текстом пишут, Сергей Савченко лучше. С чем я персонально согласен, являясь сам учеником русской школы Таро, персонально Сергея Савченко. Сергей, но большей части, как я полагаю, так отзывы поступают с вашей стороны, поскольку все-таки большинство людей, которые находятся в вашем кругу общения, это, естественно, ваши ученики и те, кто понимает, о чем идет речь. Ну, расскажите, во-первых, ваше личное впечатление, отношение к такому вот впервые в истории Таро мосту, и как, в общем-то, оценивает пресса? Пресса должна оценивать это все. Пресса оценивает позитивно, никаких педагог не написали, что приятно, конечно. Но вообще, если серьезно говорить, мне очень понравилось. Во-первых, Фенни очень такой открытый, живой, светлый человек, судя по всему, она очень добрая женщина. С ней было приятно работать. Что важно, мы работаем, в общем-то, не в очень похожих техниках. Тем не менее, наши прогнозы западают, они очень близки, они не противоречат друг другу, они не взаимно исключают друг друга, даже какие сложные были вопросы, тем не менее, все это было хорошо. Я думаю, что такое общение, оно полезно. Полезно посмотреть на работу коллеги, полезно сравнить, а как там, а как у них там. Вообще, вот, вы сказали, там, Чикаго, я сижу, думаю, неужели есть такой город на земле, неужели это не сказка, неужели это не придумал кто-то, там, Чикаго, там, знаете, как писатель. Вот я выдумал город. Нет, так есть. И сразу вспоминается Аль-Капоне. Да, больше никто не вспоминается. Да, Аль-Капоне вспоминается, и все. Город гангстера. Кстати, Дональд Трамп сказал о том, что на сегодняшний день в Чикаго находится больше всего, можете себе представить, вообще в масштабе Соединенных Штатов, вот таких криминальных происшествий с применением оружия. То есть, да, это очень и очень, да, нехорошо, причем, знаете, какие вещи бывают, немножко отвлекаюсь просто, ну, вот, как мне вот сказали, вот ты обгоняешь кого-то, будь осторожен, не обгоняй, потому что какой-то ненормальный, ты его обгоняешь, но у тебя машина может быть лучше, или ты вот выскользнул, как русские любят, знаете, есть два ряда, вот, двухполосная, но третий ряд где-то вот туда вот сходит, вот все влазят в этот третий ряд, и впереди на лихом коне. Так вот, был такой случай, когда одного ненормального-то обогнали, он за ним следил, причем не сразу, он за ним следил долго, он его выследил, так, и он его убил. Это вообще? Обгоняй, да. Да, вот не уверен, не обгоняй. Что называется? Да. Хорошо, но, да, продолжайте, пожалуйста. Чикаго. Да, вот, ну, по Чикаго это все, а вот по встрече, это было очень интересно, встреча. Я думаю, что мы еще такую встречу проведем, и думаю, чтобы они не откажутся от этого дела. И осталась еще куча вопросов, которые мы не обсудили. Может быть, у нее тоже осталось куча вопросов. Да, ей тоже понравилось, да, и она, более того, она сказала, да, ей будет интересно еще раз пообщаться. Так что, дорогие друзья, наши уважаемые радиослушатели, подписывайтесь на канал Сангейс Радио. Она может взять там несколько вопросов от своих клиентов для меня, а я могу взять несколько вопросов от своих. Это действительно смысл, да, это интересно, да, действительно. Это интересно. Надо будет ей об этом сказать, да. Хорошо, мы это озвучим. У меня к вам вопрос. Ну, естественно, не все возможно задать, когда присутствуют два человека. Я вот по какому поводу? Это такой серьезный, с моей точки зрения, вопрос. Когда она сказала... По какому поводу, да? Да, когда она сказала о том, что... Ну, те, кто слушали, они помнят о том, что она болела очень серьезно, у нее был брест-канцер, рак груди. Ну, и это не первая, кстати, стадия, она об этом не говорила. И она... Я, вообще-то говоря, это для меня было откровением. Я тоже этого не знал, потому что я считал, то, что я, в общем-то, озвучил в эфире, что она приехала, это действительно правда была. Но она никогда не говорила о том, что она, оказывается, прекратила свое лечение, что, в общем-то, бывает очень и очень редко. Если человек начинает, то считается, по всем канонам даже медицины, надо закончить. Вот если ты принял таблетки, начал пить антибиотики, то и нельзя останавливаться, с чем я, в принципе, не согласен. Я как-то... Ну, мне стало лучше, и антибиотики я не пью практически. Ну, бывают какие-то там очень редкие ситуации. Но вот так по медицине нельзя. Тем более такое серьезное заболевание прерывать нельзя. И ей это категорически, вот, что сказали. Ну, у нас, знаете, как хозяин-барин. Ты хозяин своей судьбы, это, собственно говоря. Нормально, да. Как вы относитесь к этому вот моменту? То, что ей карты сказали о том, что ей надо прекратить. Это действительно так может быть? Да. Удивительно, удивительно. У меня такого не было, настолько жестких указаний. Но у меня были ситуации, когда я хотел заняться каким-то делом, и карты мне говорили, что лучше не надо. Я один раз проверил, мне этого хватило, и когда я получал такой негативный ответ, я даже не пытался понять, почему, что, как, все. Нет, значит, нет. Я даже не буду туда лезть. Были ситуации, когда карты говорили, да, это будет хорошо, это будет здорово, ты там получишь, что ты хочешь, я туда шел. Иногда больше было, иногда меньше было, но никогда не было так, что карты говорят, что будет хорошо, а стало плохо. Или, наоборот, что они говорят, что будет плохо, а стало хорошо. такого не было то есть где-то нюансы да но в основном это не может быть на 180 градусов другую сторону нет я такого не видел по отношению к себе я такого не виду а другим а другим они же не все приходят и рассказывают из тех кто с кем вы общались а иногда не врут иногда вот да я по маму рассказал эту историю она меня потрясла в свое время я тогда еще не очень долго работал но несколько лет проработал я когда фирмачу одному они работают с компаньоном и он всегда приезжал ко мне в офис а это он говорит приезжай к нам не хотим тебе ехать мы пришлем за тобой машину привезем тебя увезем тебя ну просто нам некогда к тебе ну ладно если там машину хорошо это далеко через весь город надо ехать приехали и я им гадаю а вот они сидят вдвоем угловой стол один здесь один здесь вот я одному из них гадаю вы мне скажите вот после моей консультации улучшилось или ухудшилось и один из них говорит у нас поперло у нас стало лучше мы используем твоим советы и у нас просто идет гуру второй на него поворачивается вот так делали такие глаза это у нас упадок у нас фирма на грани разорения я на них смотрю ребят вы хоть между собой определитесь у подъем у вас или наоборот упадок это не то что там где-то далеко вот два человека за одним столом в одной фирме с одним и тем же набором документов один видит как у них все растет а второй видит как у них все рушится тут уже даже не вопрос моего гадания там что помогло нам или не помогло тут вопрос просто как два человека оценивает одну и ту же ситуацию исходя из одного и того же набора данных а что было в этой ситуации вашем раскладе тут даже вот это действительно не вопрос моего расклада не вопрос что я им там гадал давал какие-то свет или нет это просто как показатель того насколько по-разному видеть одну и ту же ситуацию поэтому когда мне человек говорит что у меня все получилось я говорю хорошо а когда мне у меня ничего не получилось я ему тоже самое знаю получилось у него или он сам себя убедил или он хочет не просто приятное сказать и точно так же я не знаю когда она говорит что у нас упал не получилось он хочет меня обидеть или она действительно не получилось или он как слепец не видишь у нас все получилось а думать что нет все там у нас все рухнуло и все развалилась знаете для себя уже закончит им из мир к таки котлеток миша вот вышел любите конфетки или котлетки ну я стараюсь не есть мясо поэтому значит конфетки не в гости и я вас угощаю прекрасными котлетами и вы думаете день испорчен день испорчен да а второй человек приходит котлет из чего у тебя его цена его ранее вот из индюшатинки вот там из кенгурятинки ой дальний кенгурину никогда не ел сейчас лишь и день и вот вас двоих спрашивает ну как было у серёги ужасно так надо вообще сил нету никаких еще бы к нему пришел все я вам больше скажу существует в психологии в науке психология есть такой эксперимент один человек который проводит этот эксперимент вызывает к себе 10 человек и дает одну и ту же ситуацию ну скажем один и тот же расклад а потом говорит им ну повторить это что он им сказал но не но никогда десять человек сидят в одной комнате за одним столом а он каждого вызывает в отдельный кабинет из истории 10 из 10 интерпретируют эту ситуацию абсолютно пара 10 из 10 не 9 не 5 как это как это может быть каждый интерпретирует по-своему я смотрю вы знаете вот одна и та же картина вот мы с вами беседуем а потом реакция что происходит в после того как люди смотрят это видео на нашу с вами беседу ну то есть я всегда что хотят придумывают что хотят причем я да я всегда говорю ребят у нас формат беседы а не формат интервью я не журналист я не беру интервью я приглашаю человека я с ним беседу то вижу то и говорю я ничего не говорю от себя если меня не просят когда говорят вот допустим вы меня знаете вы бы мне сказали сергей ты сам как думаешь я вас от себя сказал если у меня не спрашиваете как я сам думаю или я не чувствую что я могу вам это сказать что михаил вы знаете лично я хотел бы сказать мне твое мнение не интересуются не вопрос или да я готов тебя вызвать что это до скреп но так и вы только по картам только по картам хорошие карты все будет хорошо плохие картой все будет плохо или там не будет так хорошо как вам бы хотелось всё ни вопрос и быть если честно после этого вернее не после этого этот момент абсолютно всё равно как вы будете к этому относился ну это слышать не готовы хотите не хотите это не моя проблема Я передатчик, я радио всего-навсего, радиоприемник. Что вы там транслирующая станция передала, вот эту сверху, то я вам и протранслировал. А как вы будете поступать с этой информацией? Что вы с ней будете делать? Вы знаете, Сергей, я хочу вам сказать, что в этом мы с вами очень и очень похожи. Мы с вами одинаково небрежны, да? Пароли в этом были, да? Да, одинаково небрежны. Ищет и меч, да. Поэтому я им и соответствую этой роли, переносчики и задаватели вопросов, будем так говорить. Информация быть истолкована совершенно превратно. Когда я говорю с клиентом, когда я прошу то, что я говорил, я его прошу повторить. Часто, особенно когда какое-то сложное гадание. Я говорю, вот смотрите, я говорю вам вот это, вот это, вот это. Повторите мне то, что я вам сказал, чтобы я понял, что вы услышали меня. Пусть не поняли, но по крайней мере услышал, не произносят. Хорошо. А потом он приходит через месяц, говорит, вот вы сказали, так будет, а получилось совсем по-другому. Давайте вспомним, что я вам сказал. Вот именно. Он говорит, нет, я не так сказал. А как вы сказали? Вот так. Он говорит, а что есть разница между вот этим и вот этим? А вы не слышите ее? Он сидит, сидит. Ну на пальцах, начинаем объяснять. А-а-а, действительно же есть разница. Как правильно поступить и как выгодно поступить, да? Есть разница? Есть разница. Поэтому вы задаете дополнительные вопросы. Мы несколько там, бывает, предлагаем вам погадать. И вы это делаете, но задаете всегда вспомогательные вопросы. Для чего? Да, вот как было в последнем. Как пройдет это мероприятие? Оно пройдет, как оно пройдет? Для души, для тела, для, я не знаю, для денег. Действительно, да. Вот я получаю имейлы, о чем я постоянно сообщаю. И очень рекомендую подписаться на рассылки, которые идут из школы, русской школы Таро. Под руководством Сергея Савченко. Почему? Информация. Я тоже подпишусь на всякие вопросы. Подпишитесь, да. Я вам очень рекомендую. Потому что, опять же, вы будете знать вообще, чего вы говорите и как это все интерпретировать. Ничего себе, неужели это уже не сказал? Да, неужели это вот я такое создал. Так вот, в последнем таком имейле я получил информацию. Оказывается, дорогие наши уважаемые радиослушатели, интернет, ютуб-зрители, Сергей Савченко, не только таролог, он еще и рунолог. Расскажите, пожалуйста, вот что такое руны? Есть такая интересная книга Найджела Пенника «Магические алфавиты». Он пишет о рунах, он пишет о еврейском алфавите, о греческом, о латинском, у русского алфавита, вот азбуки, которые азбуки видят и так далее. У него тоже есть свои магические смыслы. То есть, практически любой алфавит, он был магическим. Сама концепция, что вот можно записывать речь, и она будет сохраняться, и она будет передаваться, и она будет там идти дальше. Это была поразительная вообще идея, и, конечно, это была магия. Причем, у разных народов само по-разному отношение было. Для египтян, допустим, древних египтян, сам факт записи был священным. То есть, любой клочок бумаги, папируса, на чем они там писали, покрытый иероглифом, он уже по факту становился священным. Но по мере того, как идея письменности развивалась, то уже священным становилось не написанное, а содержание, смысл написанного. И руны в этом плане не исключение. Точно так же, они были созданы. Вообще, у футарков, то есть, так называются русские алфавиты, их существует много. И английские, и ранние, и поздние, и северные, и на 35 буквы, и на 24, и на 16, и большие, и маленькие, какие хотите. Я работаю со стандартным классическим футарком. Мне сегодня задали вопрос такой, вот как раз в связи с этой рассылкой поступил вопрос. А с какими рунами будете работать? По каким будем учиться? По скандинавским или классическим? И я не знал, что ответить. Потому что для меня скандинавские и классические, это как бы синонимы. Близнецы, пратья. Мы говорим Ленина, Ленин вспоминаем партию. Партия, говорим партия, подразумеваем Ленина. Подразумеваем Ленина. А тут бац, все. Или классические, или скандинавские. Сейчас вот придумывают руны, придумывают какие-то русские руны, еще там славянские руны, и так бы всякие странные. Я не знаю. То есть, даже не хочу в это все вникать. Есть классический скандинавский футарк на 24 руны. Вот я с ним и работаю. Вещь, конечно, очень мощная, очень сильная. Если Таро, на мой взгляд, идеальный инструмент для гадания, и у него магия вторична. Да, ее можно использовать, но все-таки он сделан был для гадания. То руны, это в первую очередь магия. Да, его можно использовать для гадания. Но даже сам факт гадания на рунах, это все равно магическое событие. Событие, которое влияет на будущее, и в том числе влияет на прошлое. Оно может изменить саму структуру пространства, структуру времени, прошлого, будущего, настоящего. То есть, руны намного более жесткие, намного более опасные, чем Таро. Вот, вы знаете, мне Таро как шпага. То есть, она может изъяваться. Ну, средневековые, там, ранние шпаги, они от меча мало чем отличались. Они такие же ломы были просто железные. Потом шпага, прием, вот есть нечто очень гибкое такое. Это во времена, уже, скажем... Мушкетеров, да. Нет, попозже. Мушкетеров еще мощные шпаги были. Восемнадцатый век, вот, когда они там получились такие. А руна, это вот боевой топор вигинга. Хрязь пополам. Все, развалил башку. То есть, бульдозер, который прокладывает свой путь через лес, не взирая ни на что, ни на враги, ни на горы, просто стирает это с лица земли. Поэтому с рунами работать, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, тяжело. Вот если говорить о рунах и тарах, мне тарах напоминают... Мы их связываем с именами существительными. Они называют предмет, да. Это стул, это чашка, это некая абстракция, это любовь, это гнев, это ненависть, это радость и так далее. А руны – это глаголы. Бежать, прятаться, атаковать, скрываться, доставать, убегать, скакать. То есть, что-то делать. В этом плане они прекрасно друг друга дополняют. Вот, кстати, тоже сегодня был вопрос удивительный. Обижаются ли руны, если с ними работать вместе с таро? Обижаются ли руны? Да. Можете себе представить, как руны берут, обижаются, делают вот так вот, оттопыривают, уболись. Мы обиделись. Я как-то не очень могу себе это представить. Я гадал. Мне вообще нравится идея работать с разными ракулами. Смешивать несколько кого таро или смешивать руны и таро, или какие-то другие варианты. И дзин тоже очень хорошо туда вписывается. Ну, то есть, по-разному ты смотришь на картину из разных точек. Я ни разу не заметил, что бруны и таро обижались, или враждовали, или какой-то там... А вы их кормите кровью? Ну, я, в общем-то, себя кормлю кровью. Себя. Вы имеете в виду, когда кушаете котлеты? Нет, нет. Я ем кормят соль, я очень люблю ее. И я ем гематогенчик. Ага. Понятно. Понятно. Но есть такая методика? Это действительно есть такая методика? Я вам скажу так. У нас есть, ну пусть, 50 тысяч эзотериков. Где у нас? У нас. Где-то там, не знаю где. Ага. Абстрактно. Абстрактно, да. Вот эти 50 тысяч эзотериков изобрели 96 тысяч способов работы с рунами. То есть, каждый изобрел по одному, а некоторые по два. И то, что он изобрел 10 лет назад, он уже не помнит, он же новый изобрел. Поэтому вы можете найти, что их надо поить кровью, что их надо поить пинелом, что их надо делать только на закате, или только на восходе, или только из камня, или только из там, я не знаю из чего. У меня товарищ, в дикие времена, в 90-е, когда не было почти что ничего, у него был кусок полистирола. Полистирол, представляете, белый материал такой. Он его ножом таким специальным нарезал, на эти руны, там, нацарапал эти руны, как-то там покрасил. И как вы думаете, работали они у него или нет? Они у него прекрасно работали. Я уверен, просто, глубочайшим образом, гадает не колода, гадает не руны, которые я там сделал из камня, из зоникса за какие-то там безумные деньги, эти руны продаются. Гадает мастер. Руны, карты, все это, это все инструмент. Насколько ты умеешь пользоваться своим инструментом? Естественно, хороший инструмент работает лучше, чем плохой. Те, кто занимался музыкой, они хорошо это понимают, что на хорошем инструменте извлечь звук намного проще, чем на какой-то там топором рубленной гитаре. Да, это безусловно. Но если ты вообще не умеешь извлекать звук, ты какую тебе гитару не сдай, ты даже кузнечика на двух струнах не сыграешь. Логично. Потому что я не понимаю, как там брынькать, нашел тут нажимать, куда тыцать. Вот и все. Да, логично. А скажите, вот был такой фильм, российский сериал, называется «Девятая руна». Не смотрели? Нет? Ну, там было какое-то некое тайное общество. И, ну, будет время, посмотрите. Какие-то мистические там вещи действительно там происходили. Какие-то убийства даже происходили. Короче говоря, ну, вот, кому выпадает девятая вот эта вот руна? Что такое девятая руна, кстати? А, я сейчас, я даже так сразу-то и не скажу вам. Девятая руна. А мы сейчас узнаем. Где? Урон или уторон? Уторон. Ну, девятая руна – это руна Хаббас. Кого? Девятая руна – руна Хаббас. И что она означает? Ну, не самая радостная руна. Ну, понятно, да. Об этом шла речь. Ну, вы сказали, ну, это по ассоциации, скажем так. Но вы сказали, руны – это магия. Но вот второе, ведь это не магия, верно? То есть, получается, как это называется? Делать расклад на руны или просто работать с рунами? Как правильно выразиться? Знаете, я никогда с этим особо не заморачивался. Делать расклад на рунах или работать с рунами. Ну, вот есть понятие метать руну. То есть, вот я достаю сколько-то руны. Я в него метнул руну. И бросаю, да. Но не физически вы же бросаете, правильно? Эту руну, да. И как следует метнуть ее. Да. Можно повредить, да. Смотря, еще вот она сделана, если там с булыжника, да. Вот. Ну, не знаю. Ну, хорошо. Вы говорите, ну, маги, скажем так, экстрасенсы, они могут там, ну, так сказать, образно выражаясь, проломить пространство и создать какое-то там, ну, вот событие. С помощью рун тоже можно создать? Легко. А в каком масштабе? Ну, давайте мы создадим события, к примеру, ну, не знаю, разгоним облака. Можно? Я когда-то очень давно был в Чехии. А там передо мной приезжал такой Александр Игнатенко. Не слышали? Фамилию слышал, как ни странно. Очень непозадный товарищ такой. И он там как раз вот разгонял облака. А я приехал месяца через два, и там дикие проливные дожди были. И вот мне все про этого Игнатенко рассказывают, рассказывают. А я тогда молодой был, ревнивый, горячий. Я говорю, ну, вот у вас Игнатенко. Ага, облака поразгонял. А теперь что? Они все, опа, точно. А оно же все вернулось. И теперь у нас дожди. И кто виноват? Игнатенко. А я такой, сижу, довольный. Ха-ха-ха. Поэтому мы не будем разгонять облака. Не будем. Но теоретически можно. Я не знаю. Я никогда не пробовал. Мне идея разгонять облака кажется немножко бессмысленной. Интереснее другое. Я собираюсь в поход. Значит, по прогнозам, могут быть дожди, а могут не быть дожди. Я договариваюсь с духами, которые отвечают за погоду. Я их прочел. Друзья мои, давайте, если у нас есть такой вариант, что без дождей, что давайте без дождей. Потому что поход прошел хорошо. Хорошо. Все, поход проходит хорошо. Погода отличная. Это же лучше, чем разонять облака. Чем он так и шла. Я, к примеру, сказал. Но, допустим, создать событие. Ну, человек болен. Можно ли его... Да. Не вопрос. Издравить его. Такая ситуация. Дама попала в автомобильную аварию. У нее дикая авария была. Она очень сильно побилась. Это вообще была не моя знакомая. Я пришел к гости к своей знакомой. А она собирается проведать ту больницу. Ведь если ты не против, мы к ней заедем. Там немножко у нее побудем. А потом пойдем по нашим делам. Она говорит, ну, хорошо, без разницы. Время есть, поехали. Мы приезжаем туда. Они там беседуют. Она там вся в синяках. Вся там... Ну, короче, страшное дело. Я своей знакомой говорю, что... Я не знаю, как она отнесется к этому делу. Но я мог бы нарисовать там некую магическую... Руническую формулу составить, чтобы она лучше себя чувствовала. Говорит, придагает. Ну, я только благодарна. Буду больше ничего. Я рисую руны прямо на теле. У нее было большое внутреннее кровоизлияние. И все. Она у нее начинает рассасываться. Мой хороший знакомый порезал палец. Порезал палец. Что делать? Набинтовал все это. А он, сука, железо. Ну-ка, взять руны, накормить его кровью. И все будет происходить. Какой руны кормить кровью? Что за дикий у вас иди? Вы же, Миша, вы же... Я шучу, естественно. Я тоже шучу. Говорю, возьми руну Беркана, нарисуй себя на пальцах. А чем? Напиши зеленым фломастером. А это дело по скайпу происходит, это общение. Он говорит, у меня нет зеленого фломастера. Я говорю, возьми синюю ручку, напиши синим. И напиши зеленое, считать зеленым. Хорошо. Пишет, фотографирует, присылает мне. Через два дня он идет снимать повязки, перевязывать. А у него рана зажила. А ему говорят, а что вы не приходите? У вас же рана уже зажила, надо швы снимать. Говорит, ну вы мне когда сказали прийти, я тогда и пришел. К вас, говорит, ранее уже месяц. У меня третий день как рано. Такого не может быть. Такого не может быть. Ну, вот такие смешные бывают истории с рунами. Мы можем сейчас каким-то образом это попробовать в заключении программ? На рунах? Вначале на Таро, потом на рунах. На рунах не можем, потому что они у меня остались в другой комнате. Я забыл. Я делал сегодня съемку для ролика. Оставил их там. Ну, а как? Тогда вы это сделаете, когда мы закончим передачу. Но тема актуальная, в частности, для меня, потому что мама моей жены находится в госпитале. И очень серьезно болеет. И я беседовал на эту тему с одной моей знакомой, ясновидящей. И она мне дала определенную информацию. Я не буду сейчас ее озвучивать до того, как вы это сделаете. А вот когда вы посмотрите эту всю информацию, я могу рассказать. Потому что, ну, так сказать, мы знаем, в общем, о чем идет речь. Мы знаем, что мы все, так сказать, будем в определенном месте рано или поздно. Поэтому тут нет вопросов. Ну, вот такой вопрос. Вопрос понятен, да? Чем закончится вот этот поход в госпиталь, если можно так выразиться? Так, Миша, вы хотите задать, произойдет печальное событие или не произойдет? Да, выздоровеет, выкарабкается она или нет? То есть, берем ее положение сегодня за ноль, да? И она от нуля пойдет вверх или она от нуля пойдет вниз. Скажем, в течение ближайших двух месяцев. Да. Ну, прямой угрозы могу сразу сказать нету. Врачи, во всяком случае, не говорят об этом. Ну, вот по ощущениям, каким-то вот такое впечатление, что всяко бывает, как говорится. Значит, прямое указание, ну, я покажу карты. Это звезда, колесо фортуны, правосудие, неприятная карта, суд и дьявол. Вот, действительно, прямой угрозы нет. Но улучшения не будет. И я так понимаю, что улучшение невозможно в принципе. Вопрос времени. Вопрос времени, да. Не быстро. Не завтра, не через месяц. Но счет не на годы идет уже. Ну, понятно. Ну, могу теперь тогда сказать, что этот человек, достаточно известный, с которым я беседовал, этот человек выступает у нас в наших программах. Ясновидящая парапсихолог. Она мне сказала примерно то же самое. Она сказала, да, надо быть готовым. Ну, и в принципе, да, не завтра. Так, условно говоря, это произойдет, но произойдет. Более того, там такой еще момент о том, что речь идет о том, что она устала. Сражаться очень много лет. Да. Болезнь идет. И просто устал человек, мучается. Ну, дело в том, что, как бы это ни было, так скажем, звучало слишком просто. Но это ведь не, скажем так, на этом жизнь не заканчивается. Мы эти вещи, во всяком случае, я знаю. И это просто избавление от страданий, так говорит восточная мудрость. Вот только всего человек, ну, когда на каком-то этапе хочет избавиться, когда он устает, он хочет избавиться просто от страданий и все. И это нормально. Ну, вот такое. А вот всегда вопрос такой. Можно ли с помощью рун этот задержать? Или нет смысла вообще даже и пытаться? Значит, тут смотрите. Тут проблема не в том, можем или не можем мы это сделать. Тут вопрос целесообразности этого делания. Я однажды столкнулся с такой ситуацией. Ну, точнее, не однажды столкнулся с такой ситуацией. Одна была очень и очень показательная. Дама всеми силами хотела задержать, отсрочить, перенести и так далее уход своего отца. Вот для нее это было очень важно. Но для отца было наоборот. И когда она пришла ко мне с этой идеей, вот давайте что-то сделаем, давайте что-то... А я смотрю на карты, а он не хочет уже. Он так устал. У него там очень тяжелое заболевание. И он просто вот уже рассматривал этот уход свой как избавление, как прекращение страданий. Говорю, вы понимаете, что вы действуете исключительно эгоистично. Нет, я же хочу как лучше. Кому? Ему или себе. Или себе, да. И когда она это стала, она там разрыдалась, конечно, и говорит, ну пусть будет как будет. Пусть уже как будет, так и будет. Ну и он там через небольшое время он ушел. Ясно. Спасибо. Ну, все, да. Все понятно. Сергей, скажите, все-таки возвращаясь к рунам. Да. Вам это помогает в вашей работе? Работа с рунами? Или это просто как бы любопытство? Ну, как бы помогает? Это моя работа. Изучать рунами. Нет, ну вы занимаетесь ТРО на самом деле. Нет. ТРО это то, чем я занимаюсь официально. То, что я афиширую. То, что я показываю. Кроме этого, я еще занимаюсь очень и очень многие. Например, вот буквально недавно я начал изучать серию Оракул. Вот сейчас вот я работаю с Оракулом. Изучаю депетит Оракул дедам. Дедам маленький Оракул дедам. Это Этейла. Одна из работ Этейла. Создателя ТРО, можно так сказать. Ну вот просто. И у меня там еще штук пять лежит намеченных к проработке каких-то вариантов Оракулов. Гаданий. Я мечтаю о том, чтобы взять курс по Идзину, хорошего специалиста. Это серьезная вещь, да, Идзин. Это очень серьезная. Очень интересно. Да, эти вещи там. Я, конечно, читал книги по Идзин. И распадывал, и бросал. Из стебель каких-то сечелистников у меня даже лежат такие коробочки. Но когда ты берешь курс у специалиста, это ты берешь. Нет, это, да. Это, конечно. Самому это освоить. Ну, наверное, кто-то может, но это очень тяжело. И нет смысла, наверное. Сергей, я хочу сказать. Я вам должен только позавидовать, так сказать, белой завистью. Почему? Потому что вы занимаетесь любимым делом. Это же счастье, заниматься любимым телом. Я всегда говорю о нумерологах. И когда ко мне люди обращаются, просят консультацию, я им говорю. Да везде у меня написано, даже в скайпе вот, у меня написано, что человек должен быть счастлив, а счастлив только тогда, когда он знает свое предназначение и занимается этим. Если человек занимается своей нелюбимой работой, а ведь не секрет, мы проводим в работе большее количество нашей жизни, тем не менее, потому что мы все почему-то должны зарабатывать. Ну, так уж, мир такой у нас. И очень многие, к сожалению, занимаются не своим делом. Более того, они даже просто еще ненавидят. Прямым текстом говорят, я ненавижу свою работу. Как можно ненавидеть это, это очень неправильно, да. Разрушать. Разрушать, да. Поэтому я очень рад. И когда попадаешь и общаешься с человеком, который занимается своей работой и понимает это все, еще пытается действительно соответствовать, обучить людей, которые к нему обращаются, это только надо, так сказать, снять шляпу. И я, что, собственно говоря, и делаю, обращаюсь к нашим радиослушателям, напоминая о том, что мы ведем программу Сергея Савченко, руководителя Русской школы Таро, Таро с почти 25-летним стажем. Вы нам скажете, когда у вас будет 20 лет. Мы будем отмечать это. Какой-нибудь проведем очень серьезный Таро мост. Пришлем вам открытку с поздравлением. Да, скажем, что Чикаго таки существует, да. Существует, а то действительно как-то, да, как-то выпало это все. Город взял, можно сказать, выпал с карты. Вот. Все, что известно про Чикаго, а то, что там Аль Капоне, больше ничего. А, ну... Ему уже знали титул почетного гражданина Чикаго? Нет еще, вы знаете, нет еще. Может быть, Трамп... Кстати, президент нынешний, пока еще действующий президент Барак Обама, он, в общем-то, со штата Иллинойс. И поэтому, скажем, вопреки... Вообще такие вещи происходят. Мы об этом говорили, у нас существует еще такой интернет-телевидение Чикаго. И вот я смотрел, наверное, и вы это видели. Ну, демократический штат голосует за республиканца. Кстати, все русскоязычные, практически все русскоязычные, проживающие в городе Чикаго, не так мало, кстати, проживают русскоязычных, ну, включая там прибалтийские, бывшие прибалтийские республики. Так вот, все голосовали за Трампа. Так вот, можете себе представить, ловили определенные банды, ловили этих голосующих, кого там могли, и избивали их за то, что они голосовали за Трампа. То есть сейчас проходят какие-то очень и очень серьезные демонстрации протестов против элект-президента. Да, очень. Но я вам хочу сказать, что, к сожалению, информация, она полностью извращена. Кому-то надо. Мы на эту тему поговорим. Мы уже, так сказать, вне эфира это обсуждали. Поговорим о том, без Таро, Таро помогает, естественно. Но вот такие темы психологические. Все-таки, что происходит там, где нас нету? Потому что мы же ведь опираемся только на то, что нам дано, то, что нам дают. А дают нам не всегда, далеко не всегда нам дают. Я работал на применение. Я видел, как делаются новости. И я, у меня теперь свое собственное к этому отношение. Да. А я, поживший много лет, скажем, в бывшем Советском Союзе, и уже здесь 25 лет живу, я могу сравнивать это все. То есть это не понаслышке. Более того, я же поддерживаю постоянные контакты. То есть мне, я в теме, так сказать. А если еще учесть, что я проживаю иногда еще и в заморских странах, там, где учится всем другим, где энергия измеряется не в джолях, а в других единицах, условно говоря, тогда чувствуешь какие-то вещи, так как они есть, а не так, как нам сказали, так как нам кажется. Вот. Ну, мы об этом поговорим. А сейчас я хочу поблагодарить вас, Сергей, за, как всегда, очень интересную беседу. Я, со своей стороны, очень рад соответствовать вам. Ну, а нашим дорогим радиослушателям я желаю приобщаться вот к этим наукам, которые могут только им помочь. Всего доброго, до свидания, успехов, здоровья. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин